Лучше вообще его не есть никогда, в принципе. Да, и беременность. Тем более. Тем более. Потому что современная медицина считает, что если женщина не ест мясо, то у неё развивается анемия. Это факт, что у женщины развивается анемия, когда она неправильно питается без мяса. Потому что питание без мяса означает, что пища должна быть сильно маслянистой и белковой. И тогда она будет давать достаточное количество питательных веществ, для того чтобы и железо хватало в организме других минералов, необходимых для того, чтобы кровь работала нормально. В целом, как бы идея, если вы думаете, что когда человек не ест мясо, у него снижается гемоглобин, это бред. Бред, основанный на исследовании тех людей, которые хотят, чтобы так было. Понимаете, наука очень часто зависит от мнения человека. Допустим, если человек выпивает, он доказывает, что пить понемногу — это полезно. То есть бредовики-затейники, понимаете? Те люди, которые сначала бред получили в своё сердце, а потом из этого науку делают. На самом деле мы провели исследование среди вегетарианцев. И оказалось, у большинства из них, у мужчин гемоглобин — 140, у женщин — 120. Но 20 показателей выше, чем у обычных людей. Есть, по-моему, пятидесятники, что ли, или адвентисты, я не помню. Ну, вообще вегетарианцы, христиане. Вообще вегетарианцы. И у них провели исследование такое огромное, массивное такое исследование, 50 тысяч человек исследовали. И это исследование показало, что в целом показатели здоровья у этих людей намного выше, чем у тех, кто употребляет мясо. В 89-м году ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, вывела, сделала такое утверждение, что мясо — это вредная для здоровья пища. Еще в 89-м году. Наши современные диатологи уже сейчас считают, что мясо, особенно красное, является мощным канцерогеном. То есть это пища, которая приводит к развитию злокачественных оккупаний. Современное общество уже понимает, что мясо — это не пища для здоровья. Скажите, а мясо в птице? Можно. Мясо птицы лучше, конечно. Потому что она менее разумная. Мясо ведь оно почему нельзя? Потому что, когда убивается животное, его тонкое тело начинает влиять на сознание человека. Мы связаны на тонком плане друг с другом. Так с животными, которых поедали. Поэтому лучше есть мясо менее организованных, развитых животных. Но святые люди в Индии и ведические писания считают, что если ты очень сильно привязан к плоти, означает, что ты не чувствуешь себя как душу. Потому что человек, который чувствует себя как душу, ему плотского не хочется уже. Ему хочется есть более простую пищу, понимаете? Не пищу убитого животного, а более простую пищу. Если ты привязан к плоти, и тебе хочется этого мяса, то есть мясо с животных, которые оставили тело своей смертью. Корова умирает, пожалуйста, ешь ей мясо сама. Ты не помог никак в этом. У нас считается, это мясо второго сорта, так? Первого сорта надо зарезать, означает насилие. Поэтому мясо коровы, мясо птицы, все это в разных степенях вредно для человека. Лучше вообще его не есть. А если ты не ешь мясо, а в деревне еще закончишься? Ешьте белковую пищу. Сейчас даже колбасу придумали. Вот колбаса ешь как докторская, один к одному по вкусу. Сейчас будут здесь продавать, чтобы вы убедились в том, что это из чистой пшеницы сделано. Не кусочка мяса. Ешьте колбасу, и видите, колбаса и колбаса, разницы никакой нет. Раньше люди делали, это называлось хлебное мясо. Вымывали просто из пшеницы крахмала. Получалось белковый, очень мощный белок по вкусу, напоминающий мясо. Отбивные котлеты делали из этого белка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова